всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале спасибо большое что смотрите это видео мне очень приятно мне очень приятно что вы присылаете мне донаты как жители европейских и американских континентов так и жители с территории российской федерации у меня есть для вас кошельки для того чтобы вы мне туда кидали копеечку я привлекаю ваше внимание к своим каналам youtube zen telegram и группу в telegram если кому-то интересно подписывайтесь пожалуйста совсем недавно александра трусова рассказала о том что она собирается выходить замуж это прекрасное событие я очень рада за фигуристку вообще если честно я обожаю фигуристов для меня они практически боги настолько красиво и совершенны их движение их творчество на льду что я не могу о них рассказывать без восхищения об александре трусовой на своем канале равно как и о других спортсменах у меня есть отдельные плейлисты как в цене так и в ю тубе пожалуйста ссылка в описании вы можете посмотреть сами про александру трусову я рассказала в прежнем видео сегодня просто хочу напомнить что карта относительно личной жизни у нее достаточно сложная личная жизнь у александра трусовой будет сопряжена с проверкой на прочность а давайте посмотрим что у марка игнатова марка игнатова очень серьезно занят знак зодиака рак посмотрите сколько здесь планет вообще у него и у трусовой буквально два дня разницы и когда столкнулись два солнца но это я чуть чуть попозже у совместимости расскажу два солнца наложились друг на другу то есть люди горят своим творчеством они просто в этом творчестве внутри как они хотят это творчество свое показывать и здесь ничего удивительного ведь у одного и у другого солнца стоит знаки зодиака рак они друг другу понятный один смотрит на другого и думает это я меркурий у макара стоит знаки зодиака рак человек достаточно скрытный у человека мысли могут растекаться он часто не может точно сформулировать свои мысли свои фразы у него творческое мышление он больше сказочник он больше расположен к искусству к музыке он чувствует эту музыку как дельфин в воду он чувствует мотив как дельфин в воду он в музыке растворяется в танце растворяется посмотрите здесь марс тоже в знаке зодиака рак это растворение физическое он физически плавится в музыке у него скорее всего в будущем получится очень хорошо ставить хореографию я немного прочитала конечно о нем он рассказывать о том что у него не всегда получаются вращения и не всегда получаются какие-то точные прыжки он может сорвать прыжки на сложных соревнованиях у него нет концентрации но это о марсе это у него марс такой немного раздосадованы так можем сказать в принципе марсу враги ну не место здесь он конечно просто вот ну ну совсем не не на том месте стоит ему в другом знаке зодиака марс и глядишь все бы получилось до в знаке зодиака рак но это не всегда смелый тут парню даже смелости порой не хватает знаете дерзости такой бойцов с кости такой для того чтобы делать эти элементы и не боятся вообще ничего не смотреть ни на кого не нашел но зато у него очень развита интуиция зато у него очень развита музыкальность зато у него очень развита хореография и он в этих движениях он просто растворяется у него в знаке зодиака рак стоит также венера венера отвечает за человека который ему может нравиться за его друзей все его друзья тоже из музыкального какого-то круга вот вы увидите он уйдет из спорта допустим да но у него обязательно будут какие-то музыканты в друзьях обязательно будут какие-то художники психологи в друзьях и люди профессии которые занимаются чем-то что руками не потрогать это также производители духов это просьба кстати вот ему можно духе рекламировать у него это получится производители красок производители красок для волос там лака для волос химических каких-то продуктов для для чего для красоты для индустрии красоты например вот у него здесь вот это получится и также вот хореографические какие-то постановки в принципе получится потому что но очень много планет У него даже мышление хореографическое, музыкальное, понимаете? То есть вот эти вот вещи он все очень-очень тонко чувствует. Я здесь поставила время рождения 12 часов, но на самом деле я не знаю, в которое время родился. Макар, не путайте, пожалуйста, с датой рождения. Дату рождения я нашла в интернете. Потому что когда я начинаю говорить, что я не знаю времени рождения, почему-то люди думают, что я не знаю даты, начинают мне присылать в личку даты рождения героев, о которых я рассказываю и так далее. Нет, даты я все знаю, они все мне точно так же доступны, как и вам. Мне недоступно время рождения этих людей. И я вижу, что у него в знаке зодиака водолей стоит луна. Вы знаете, это не про луну, которая сочувствует. Ему сочувствие вообще неприемлемо, он не знает, что это такое, он эмпатией не обладает. У кого-то там беда случилась, ну что, ну мало ли там люди, бывает. Вот так вот. Отношения абсолютно хладнокровные. И это также указание на то, что парень, к сожалению, не получил достаточно любви, ласки и заботы и внимания из своей семьи. Я не знаю его семью, я читаю его натальную карту. Я читаю его космограмму, которую вижу сейчас. По космограмме видно, что эмпатия ему не присуща. И здесь смотрите, даже если, ну вот здесь 12 часов стоит, если я луной поиграю, например, на начало суток, на начало, вот час ночи родился, да, человек. Луна стоит в знаке зодиака, водолей. И в конце суток луна стоит в знаке зодиака, водолей. Она никуда не уходит в течение суток, видите? А водолей это хладнокровное такое, знаете, нечто, нечто хладнокровное. Очень часто у людей, которые воспитываются в детских домах, у детей брошенных своими родителями. Возможно, мама уделяла внимание своей карьере, не мальчику. Здесь же такая дистанция от матери, ну достаточно, тоже холодное такое отторжение, потому что Сатурн это про холодность. Квадратура Сатурн-Луна, он не дополучал, вот явно человек недополучал от матери внимания, в каком бы градусе Луна не стояла. У Луны и Урана есть соединение, он вспыльчивый, с ним жить в одном пространстве невозможно. Луна это жена, он достаточно хладнокровно и дистанцированно будет относиться к своей супруге. У него восприятие семейной жизни, как никто друг другу не мешает, у каждого своя не просто отдельная территория для проживания, вообще даже города может быть разные для проживания, то есть не в одном доме. Или он будет по командировкам где-то ездить, только чтобы супруга ему не мешала, а вот это все позволяло. То есть быть далеко, быть холодным, быть отстраненным. И на его, если он вспылит, так чтобы еще и реагировали отстраненностью тоже. То есть он может орать, а ему в ответ нет. На счет поорать. Манипулятор. То есть не просто покричи, да, еще и так он тебя загнет, так он тебя пригнет, так он тебя достанет, что ты елки-палки согласишься с тем, что ты виноват. Лучше согласиться, что ты виноват, чем доказывать, что нет. И вот такое, да, манипулятивное мышление у человека, скрытное мышление. Что там себе надумал, где там себе надумал. И вы знаете, такой по большому счету, он бы вот в одиночестве жил, и ему классно, потому что очень много планет внизу, вот видите, в этой, в этой половине, в нижней половине космограммы. Но верхняя половина космограммы заполнена, вот особенно Луна. Когда человек заточен на свои собственные хотелки, он хочет сегодня-сейчас, и ему все равно на то, что кто что думает. И у него достаточно прагматичное отношение к собственной карьере. Не посмотрит ни на кому-то что-то сделал больно, ну типа больно сделали, ну ничего, переживете. Вот, довольно холодная натальная карта, космограмма, во всяком случае, то, что вижу. К сожалению, вижу не все, потому что не вижу его момента рождения. Давайте теперь посмотрим, как они совмещаются с Александрой Трусовой. Вы здесь видите нижняя карта Макара, а верхняя карта Александры Трусовой. Что хорошо, Александра Трусова очень хорошо подбадривает Макара. Конечно, при условии, что Луна у него стоит в конце знака Зодиака, водолей. Вот здесь хорошие взаимоотношения у Плутона, Сашиного. И таким образом она его прям вот подбрасывает и в быту, то есть она будет им руководить, что сделать, как лучше. И таким моторчиком таким для того, чтобы создать вместе совместный дом, построить что-то, вложить куда-то деньги. Такие семейные, да, у нее это получится по отношению к Макару. Что прекрасно. Посмотрите, и у Саши, и у Макара Меркурий стоит в знаке Зодиака Рак. Они оба манипуляторы. И они оба на одной волне. То есть они тут друг друга поймут. Даже если они поманипулируют каждый друг другом, то есть каждый поймет, что это достойный партнер в манипуляции, лучше не манипулировать. Или будут отмалчиваться каждый себе, или начнут понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда, с полумыслия. И в этом направлении, как вот течение реки, вот такая вот река, знаете, идет, и они будут в одном потоке. Вместе создавать музыку, вместе создавать хореографические какие-то номера, вместе создавать движения, вместе создавать мысли, вместе создавать картины, вместе создавать психологию. И здесь они даже могут вместе написать книгу. И у них это получится тут очень классно. Посмотрите, у обоих Марсы в знаке Зодиака Рак. И как у Саши, так и у Макара. То есть у них физическое притяжение великолепное. Здесь есть страсть. И они действительно нашли друг друга. А вот у Саши, у нее Венера стоит в знаке Зодиака Близнецы. И если при условии, что у Макарлы у нас чуть-чуть ближе к середине водолея, то здесь прекрасное взаимопонимание. Действительно, Саша может быть прекрасной женой Макару. И вот это, казалось бы, негативное явление, о котором я сказала, что он хочет быть отстраненным. Ему бы где-то далеко, ему бы по командировкам, но никак не в семье. А Саша это поймет. Она это примет. Нормально. Ей нормально. Ничего страшного. Командировка. Мужик. Вот так, понимаете? Посмотрите, у Саши, у нее у самой Луна стоит в знаке Зодиака Дева. Вероятно, да? Я так считаю, что у Саши асцендент в знаке Зодиака Скорпион. Видите? И поэтому Луна здесь попадает в знаке Зодиака Дева. Она сама эмпатия не особо-то обладает. Ее это особо не будет колыхать. Ну и что, что он неэмпатичный? Она тоже неэмпатичная. Переживания какие-то, выдергивания волос, сопли, слезы, эмоции вот эти вот излишние. Не-не-не, это не про Сашу. Хотя тоже вспыльчивые. Они, кстати, оба вспыльчивые. Я вот не знаю, как они будут уживаться в этом отношении. Если переживут эти вспыльчивые моменты их совместной жизни, то научатся как друг с другом сосуществовать. Макар очень классно поддерживает Сашины физические напряжения. Я вот не знаю, Александра Трусова будет менять свое направление в фигурном катании. Может быть, они тоже со временем с Макаром станут в пару. И станут спортивной парой в фигурном катании. У Саши очень хорошо получится подтянуть Макара к известности, создать ему тренировочное настроение, расписание, план, то есть планирование. А у Макара очень хорошо получится поддерживать Сашины физические напряжения. У них вот здесь очень классная связка по физической культуре и по известности, по спортивности, по терпению. Они дают это друг другу. То есть здесь как бы взаимодополняется очень позитивным, очень хорошим моментом. Если же вы спросите у меня, будут ли они жить долго, будет ли у них свадьба, это не я выбираю. Это выбирает не астролог. Есть канва, есть натальная карта. При соприкосновении этих натальных карт, при наложении друг с другом, я понимаю, насколько у них совпадение, насколько у них разобщение. Но вот как они ведут себя внутри своих конфликтов, это другое. Потому что можно быть вспыльчивым, можно быть нетерпимым. Но когда ты видишь, что перед тобой человек, которым ты реально очень дорожишь, которого ты очень любишь, ты начинаешь задумываться. Ну, сейчас обзову его, вот сейчас устрою ему скандал, вот сейчас побью тарелки об стенку, а человек развернется, уйдет и больше никогда не вернется в жизни. Вот если здесь вот это заложено, задумаетесь об этом. Ну, кто вспыльчивый, да, начнете уважать партнера. Тогда ваши взаимоотношения будут складываться следующим образом. Я сейчас вспылил, я сейчас вот просто готов разорвать все на свете. Давай мы сейчас с тобой прекратим спорить. Успокой, я успокоилась. Я приду, я пойду погуляю. Придут через полчаса, и мы с тобой опять поговорим. Или, пожалуйста, замолчи сейчас, давай это обсудим. Через полчаса, там, через час мне надо успокоиться. И другой человек замолкает, уважая своего партнера. Начинают они опять выяснять отношения уже, когда проходит вот этот пыл, да. Вот тогда получается хорошая пара. Тогда люди действительно уважают друг друга, строят отношения совсем на других вибрациях. И какой выбор они сделают, это не от астролога зависит. То есть скандалить друг с другом, бить посуду, да, морды еще не дай бог. Вот здесь это не астролог выбирает. А их совместная карта, насколько я вижу, да, достаточно напряженная. И у Макара тоже в плане вопросов, которые касаются жены, здесь напряженно. Напряженно. Выдержит ли Саша, согласится ли она на такие взаимоотношения? Где-то будет холодность, где-то наоборот скандалы. Выдержит ли Макар, потому что, как я понимаю, у Саши тоже непростой характер. Здесь вопросы. Я не знаю, потому что очень многое зависит от личности. Я надеюсь, что все, что могла, рассказала вам сегодня. Пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на все мои каналы. Я напомню вам о донатах, что очень приятно для меня. Я желаю всем счастья, мира, любви, процветания и звездного позитива.